Какой велосипедный замок, выборы для езды по городу, путешествий и просто небольших вылазков? Друзья, привет! Тот сюжет, который я вам очень давно обещал, мы наконец-то снимаем. Локация съемки магазин Кант, где представлен замечательный бренд Криптонит. И на его примере, на примере одних из лучших замков, я расскажу вам, что можно выбрать для себя. Будь то небольшой юлок для города, массивная цепь или просто тросик, чтобы прицепить велосипед и спокойно зайти в магазин. Основная характеристика велосипедного замка — это, естественно, его надежность. К примеру, у небольшого простого тросика Криптонит 2 из 10. Шкала очень простая. От 1 до 10 производитель сам измеряет эту надежность и честно пишет на упаковке. То есть тросик — это модель для какого-то очень небольшого промежутка времени, чтобы зайти в магазин, забежать на почту. То есть для меня это не больше 5-10 минут максимум. Но все же не советую только для экстренных каких-то вот таких остановок. Самые лучшие замки, по моему мнению, да и по мнению многих, это, естественно, юлоки. Почему юлок? Потому что скоба имеется формы ю, которая как бы очень надежно и крепко защищает ваш велосипед. У данной модели, например, 6 из 10. Я не буду называть там конкретные модели, да, то есть это там Криптолог комбо. Вам это ничего не даст. Главное, что я хочу в этом ролике вам показать и рассказать — это какие типы замков бывают и какая область их применения. Ну, хотя бы постараться ответить на этот вопрос. Начнем с самого крепкого, самого надежного, как уже сказал, это юлоки. Их достаточно удобно перевозить с собой. Такую модель можно как абсолютно спокойно положить в рюкзак, так и, например, убрать за ремень. И как бы комфортно ехать я так делал не раз. У некоторых моделей в комплекте идет крепеж, который позволяет зафиксировать его на велосипедной раме. И, например, вот у этой модели также идет и тросик, который в комбинации с юлоком предоставляет максимальную защиту. Как крепить такой замок? Все очень просто. Надо найти столб или крепкий забор или специальную парковку для велосипеда и дальше зафиксировать велосипед. Давайте покажем на примере вот этого прелестного, фиолетового. И, например, захватить и заднее колесо, и там перья или любую другую трубу рамы. Тем самым вы защитите заднее колесо и сам велосипед. А тросиком, который идет в комплекте, вы также можете обхватить и переднее колесо, и ребята, которые слишком парятся за безопасность, могут еще и седло тоже захватить. Мне очень нравится еще мини-юлоки. Это очень компактная тема, которая не теряет надежности. И тоже как бы 6 из 10 рейтинг надежности у данной модели. И даже криптонит обязуется выплатить полторы тысячи евро, если ваш велосипед украдут, как бы срезав данный замок. Как получить выплату, конечно, никто не знает, но, может быть, самые пронырливые из вас напишут это в комментарии. Что еще на этом стенде? Это, конечно же, цепи. Цепи в раза два тяжелее самого большого юлока и, по моему опыту, ну, все-таки не настолько надежны, потому что цепь проще перекусить, чем, например, вот такую здоровую скобу. Чем интересна, ну, не только данная модель, но вообще цепи в целом, их можно обвязывать вокруг себя. Это чисто мисс-лайферская тема, такой вот фиксит-гир головного мозга, но тоже удобно. И можно, например, размахивать им перед разъяренным автомобилистом и говорить, что, дядь, ты не на того велосипедиста напал. И еще тут же как бы укрепленные тросы, но мы видим, что даже вот у такой визуально прочной модели всего лишь два из десяти. То есть, для чего может пригодиться такой замок? Ну, например, чтобы скрепить между собой несколько велосипедов. Тем самым, да, три велосипеда вряд ли кто-то, не знаю, утащит, когда они находятся в городе. Да, его можно перекусить, но просто взять и утащить, например, связку велосипедов не получится. И можно также использовать для дополнительной защиты, закрепив, например, одним там крепким юлоком вот такой трос и скомбинировать в такой просто, не знаю, как назвать, место неугона велосипедов. Какие тупые шутки сегодня. Так, перебрались на другую сторону стенда, но я думаю, вы это и так поняли. Здесь представлены, как вот тросик, который я уже вам показывал, да, этот милый розовый женский друг или мужской друг, в зависимости от того, катаетесь в инфекции или нет. Есть и, ну, какие-то прям смешные замочки. Я бы даже не сказал, что это велосипедный замок, видимо, просто часть стенда криптонит. Но есть очень интересная модель, которая завоевывает популярность, которая очень многим нравится. Это складные замки. Это вот, как бы, такой прямоугольничек, который потом разбирается в форму, напоминающую цепь. Ну, вот такая складная. И индикатор надежности у такого замка 5 из 10, что, как бы, тоже очень неплохой результат. Смысл данного видео, опять же, показать просто, что есть на рынке, да, и чем можете выцеплять свои велосипеды. Когда вам понравится какой-то замок, то рекомендую просто уже самим выбрать модель и ориентироваться на ценник, который будет для вас подходящим. А если вы хотите сделать ценник более приятным, то, естественно, по промокоду Филюди Некрасов в магазине Кант вы получаете скидку до 20%. Это вам поможет приобрести то, что вы очень давно хотели. Что касается спора кодовый замок или ключ, я всегда за ключ, потому что, например, видел ролик, когда кодовый замок просто ломают пополам. То есть достаточно сильный человек, ну, вроде меня, берет вот место, где, собственно, находится сам кодовый замок и просто ломает его руками. Поэтому кодовым замкам я не доверяю. Вот у этой модели, к сожалению, рейтинг надежности всего лишь один из десяти. Но, опять же, для кого-то эта модель покажется интересной и кто-то захочет ее приобрести для своих нужд. Главное понимать, где вы оставляете велосипед, надолго или нет. Основные рекомендации по тому, где лучше велосипед оставлять на улице, это, естественно, поближе к каким-то там охранным будкам, к месту, где есть камеры и максимально надежно защищать свой велосипед установкой правильного замка. Помимо велосипедных замков, на удивление, я узнал, что Криптонит делает и разные фонарики, передние, задние, заряжаются от USB, куча люминов, долго держат батарейку. Со временем я их тоже возьму на тест. Ну, на этом ролик закончился. Это была стопроцентная импровизация. Не спрашивайте, как я попал в Кант, ведь никуда нельзя ездить. Пускай это останется между нами. Я надеюсь, что ролик что-то вам дал, что вы поймете, на какой замок стоит смотреть. Я готов отвечать на все ваши комментарии. Пишите их внизу. И даже готов вернуться еще раз. И для тех, кто ничего не понял, снять еще какой-нибудь интересный материал в данном магазине. Увидимся в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok